МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 250 миллионов у нас было человек до 90-х, когда вот эта вся катавасия началась. Теперь осталось 150, да? Это было про ложь. Чё далеко ходить, пожалуйста? Ковид. Это было про ложь? В интернете прочитал, мне кажется, правильную мысль по инфляции. Там написано было, что если не покупать, то цены нормальные. И всё понятно, правда? Я как психиатр слушаю это, понимаю, что это слабоумный человек, это говорит. Или такой вот циник, который вообще без разницы, что он настолько безнаказанный. А что, говорит, я где-то там прочитал, если ничего не покупать, деньги у вас будут. И улыбается. Это что, ложь? Цинизм? Что это? Суд у нас не устанавливает истину по делу. Суд у нас арбитр, наблюдатель. Он сидит и наблюдает, как две стороны состязаются. Что такое состязательная сторона? Это и есть конкуренция, это война всех против всех и раздвигание локтями. Поэтому, когда мы боремся за свои права, ссылаемся на какие-то конкретные нормы закона, этим нормам дают такое толкование в последующем, что просто остаётся руки развести. Такая у нас действительность. Иногда до 50% агитации даёт голосов. Но это тогда, когда агитация такая эффективная. И эффективная агитация на сегодня очень часто связана с обманом. За счёт обмана и выигрывает. Нынче конкурент. У кого много денег, кто может запрячь большое количество средств массовой информации. Кто может распубликовать, размножить всякие, всякого рода выдумки, всякого рода фейки в отношении своих конкурентов. Ложь, вот на мой взгляд, она настолько сейчас пронизывает общество тотально, что тот, кто, например, не может врать, он умирает. С голоду, от болезней, от стресса какого-то. Потому что он не может быть инсталлированным в сообщество. А социум навязывает нам этот механизм лыжи повсеместно. Указом президента Российской Федерации за большой вклад в развитие избирательной системы Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу Орденом за заслуги перед Отечеством второй степени награждена Памфилова Элла Александровна, председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Центральной избирательной комиссии Российской Федерации исполнилось 30 лет. От ручного подсчета голосов мы доросли до электронного голосования. Многое изменилось. По всем социологическим исследованиям это подтверждено, что люди приняли возможность многодневного голосования как очень, скажем, такую положительную тенденцию. Трехдневное голосование не рассталось с нами и после неожиданно закончившейся пандемии. И все эти перемены, конечно же, делаются во благо и с одобрения избирателей. Использование избирательными комиссиями современных стандартов позволило добиться существенного роста доверия и к выборам, и к самой избирательной системе. Это фиксируют все социологические исследования. Но, несмотря на данные социологов, далеко не все согласны со столь благостной картиной происходящего. Есть немало претензий к работе механизмов нашей избирательной системы. Наблюдается безразличие, я бы сказал так, к выборам и к избирательной системе. Все более возрастающие безразличия. Ну, фальсифицируют и пусть фальсифицируют. А какая разница, кто там будет? Решает-то исполнительная власть мэры, значит, префекты, главы исполнительной власти, губернаторы. Они все решают. Депутаты-то ничего не решают. Поэтому и такое отношение стало. Люди не ходят на выборы. Люди приходят на встречи, говорят, что ничего это не решает. Все уже предопределено. Откуда эти мысли? Откуда эти слова? И ведь это же свойственно не только нам. Это свойственно не только России. Это свойственно всем. Всем странам мира практически. Да вот, что далеко ходить-то. Вспомните штурм Капитолия после того, как Трамп проиграл выборы. Мы знаем, что на выборы могут влиять и всякую роду небрежности, а могут влиять и просто подтасовки. Таких подтасовок, которые связаны с фальсификацией конкретных бюллетеней, связаны с сбрасыванием таких бюллетеней пачками, Ну, где-то от 5 до 30 процентов результата дается за счет подтасовок. Такую статистику по телевизору почему-то не цитируют. Степень фальсификации результатов выборов от 5 процентов до 3 в зависимости от региона. И на треть липовые выборы признают состоявшимися. Хотя не все. В 2023 году КПРФ не признала итоги избирательной кампании в трех регионах. В Алтайском крае, в Ивановской и Ростовской областях. Но выборные махинации фиксируются далеко не первый год. За подобные действия статья 142 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает срок до 5 лет. Но люди год за годом нарушают закон. Причем зачастую люди, которые должны нести, как говорится, доброе вечное. Члены избирательных комиссий чаще всего работники госсектора. Учителя, врачи. Это страх перед властью, страх перед начальниками, которые сказали вбросить 50 бюллетеней. Вот твоя задача. Попробуй не сделай. Башку снимут. Отстранят еще и от работы, от учительства. Лишат зарплаты. И еще могут быть всякие большие и малые неприятности. По принуждению или нет, но для того, чтобы нарушить закон, нужно сознательно наплевать на собственные принципы. Смириться с тем, что выдаешь ложь за правду. Причем в делах, от исхода которых зависит жизнь сотен тысяч людей. Если я у вас, что я делать не буду, украду 100 рублей, я причинил вред себе, потому что я стал вором. Я причинил вред вам, потому что у вас нет 100 рублей. И я причинил вред всему мирозданию, потому что увеличил меня в зло. Вот так. И вот то же самое относится и к лжи. Если его принуждают к лжи, тогда однозначно будет болезнь. Потому что это идет в противотык. Он приходит домой, рыдает, а жена ему говорит, ну, Вася, у нас же ипотека, дети, ну, что, все так живут сейчас. Я говорю, ну, кому-то твоя правда нужна. Это же политика, управление. Как можно управлять по-честному? Никак. Когда мы говорим про грех, мы можем с достаточной уверенностью поставить знак равенства между словом грех и словом вреда. То есть явление, которое ненормально, противно, так сказать, благополучию человеческой души. Человеческая душа, человеческая личность испытывает искажения, извращения, болезнь и деградации. Он заболевает. Потому что он идет против себя, у него могучий конфликт внутренний, он начинает от этого страдать, у него гипертоническая болезнь, у него развивается ишемическая болезнь, он начинает от этого болеть, ходить по врачам. Они его лечат с тем, чтобы вернуть его туда, где ему плохо. Человек, который так себя ведет со служивцами, он будет так же себя вести с близкими, с семьей. Значит, здесь будет супружеская неверность с тем же самым успехом, с той же самой уверенностью, как служебные дела. Будет так же себя вести с детьми. Но оно даже не просто заразное, оно просто единообразное. Это манера поведения, манера вести себя, образ жизни, внутренние его особенности, его личности, которые воленс-ноленс переходят на все стороны его жизни. Мы можем сказать, что для кого ложь, например, неприемлема внутренне, заболел и умер. Для кого приемлема, ну, тот выжил. А для кого это вообще часть его жизни, часть проповедуемых им принципов, так он вообще молодец. Для того, чтобы потом, возлежав на смертном адреске, сказать, ребят, ну зачем вам роликсы по 100 тысяч? Наносите обычную пластмассу, она показывает точно такое же время. А до этого он 50 лет не знал об этом, да? Он хапал и хапал и хапал и хапал, а потом вдруг раз выяснилось, что с собой не возьмешь. Человек, идущий против собственной совести, нуждается в оправдании. Нашел себе оправдание и уже вроде не так страшно нарушить закон. Если брать избирательные кампании, то такими оправданиями могут быть убеждения, да, этот кандидат все равно бы не выиграл бы выборы, либо общепринятый такой вот стереотип, да, это все равно ни на что не повлияет. Пока такие стереотипы царят, с помощью простейших манипуляций можно легко игнорировать волеизъявления народа при выборе представителей власти, а стало быть, и курса дальнейшего развития страны. Это можно сделать не в ходе какой-то стихийной избирательной кампании, а в ходе обсуждения вопросов в кабинетах, в высоких кабинетах обсуждения этих кандидатур. И часть кандидатур снимается еще до выборов разными путями, не допускается до регистрации. А другая часть, они просто, так сказать, не набирают, большинства набирают, входят в состав меньшинства по результатам выборов. А когда ты занимаешь должность, от которой начинает что-то зависеть, я убежден, рано или поздно ты встанешь перед выбором. Либо ты продолжаешь работать в системе, но становишься частью этой системы, либо ты уходишь в народное хозяйство, как говорится. Если ты сам не хочешь уйти в народное хозяйство, тебя потихонечку туда выдавят проверками, наказаниями, созданием невыносимых условий для работы. Эти так называемые менеджеры среднего звена оказываются заложниками своего желания сохранить наработанный социальный статус. Чтобы выслужиться, они дают инструкции своим подчиненным, за кого голосовать или за кого вбрасывать. И мы поставили план, допустим, если мы берем избирательную кампанию, что вот у тебя на участке должна быть такая-то процентовка, столько-то за того, столько-то за этого. И начальнику безразлично, как ты будешь добиваться этого. А поскольку набор методов не такой уж и широкий, получается, что все они действуют примерно однотипно. Ну а сама власть, которая раздает эти команды, сама власть, она убеждена, на кого дали санкцию сверху, за тех и надо голосовать, потому что эти люди, они способны управлять государством, регионом. Один бывший партийный работник, а сейчас он, значит, там являлся заместителем главы администрации и отвечал за выборы. Он говорил тогда, наша главная цель – не допустить, не допустить до власти Шариковых. И мы регулируем этот процесс, а народ нельзя допускать к этой процедуре. Эта логика высших уровней власти объясняет, почему, несмотря на обилие свидетельств нарушений избирательного законодательства, количество уголовных дел, дошедших до суда, ничтожно мало. Приговоров набирается около 10-15 в год. Причем они не связаны с лишением свободы. Это либо штрафы, либо условные сроки. Никто во власти не заинтересован в том, чтобы эти уголовные дела были. Власть должна подчеркивать, что наша система безупречная, что здесь все прекрасно, здесь полный марафет. Ну, а дела уголовные иногда возбуждаются. Так это в тех случаях, когда уже бесспорно состав есть. Он доказан еще до возбуждения уголовного дела, никуда не денешься. Безнаказанность вкупе с давлением начальства, подкрепленным своей внутрикорпоративной логикой, порождает новый тип современного человека, который очищает общество от шариковых и ради этого может пренебрегать моралью, нравственностью и законом. Он подставит ближнего. Совершенно безразлично погибнет человек или останется жив, будет причинен ущерб или не будет причинен ущерб. Главное, чтобы у него было оправдание в том, что он сделал формально все правильно. Она так и выглядит, эта безнаказанность. Когда человек себя воспринимает, ну, там, не знаю, вторым или третьим после Бога, может быть, даже перед ним. Так эти все маньяки-то, они, прямо начиная с Джека-потрошителя, они, собственно, этим и занимались. Он говорит, да я шлюха режу, что? Какие ко мне вопросы? Я чищу, да. Я изер. Почему нет? А как тогда что? Нужно убивать слабых, не знаю, там, горбатых, безногих, там, каких, рыжих, еще там, каких-то. Как тогда? Где вот эта грань-то? Эту грань всегда определял закон, суд на него опирающийся. Ведь и в сфере избирательного законодательства можно обжаловать действия и решения избирательных комиссий. По крайней мере, в теории. Законодательная база-то уже давно изменилась. Она соответствует, скажем так, духу сегодняшнего времени. То есть это дух конкуренции, войны всех против всех. А суд у нас не устанавливает истину по делу. Суд у нас арбитр, наблюдатель. Он сидит и наблюдает, как две стороны, да, состязаются. Это и есть конкуренция. Это война всех против всех и раздвигание локтями. Поэтому в ситуации с нарушениями закона какой-либо избирательной комиссии в суд должен прийти обыкновенный наблюдатель или кандидат, которому нужно будет спорить с профессиональными юристами оппонентов. Дело непростое, если не сказать гиблое. Мы понимаем, что закон – это что дышло, да, куда крутнул, туда и вышло. Потому что суд, как там написано, определяет согласно закону ДДД собственному восприятию. Куда мы можем двигаться дальше, если основа закона исполнения – собственное восприятие? Человек стоит и уже думает, что как же так получилось, что вроде я, потерпевшее лицо, мои права нарушены, обратился в суд за защитой, а чувствую себя еще и здесь и виноватым. И это все складывается по кирпичику из всех наших законов. Это и формирует определенную безнаказанность у, допустим, там, членов избирательных комиссий или участвующих там лиц. Чем эта безнаказанность заканчивается на практике, прекрасно известно наблюдателям, работающим на избирательных участках последних лет. Ой, там же такие истории бывают. И вот знаете, на что я обращаю внимание? Что когда ситуация накаляется, допустим, на избирательном участке, у людей появляется прямо ненависть друг к другу. Самое печальное, что завеса из телепропаганды и благодушных соцопросов не позволяют разглядеть этого накала страстей. Как-то вразрез с теми акцентами, которые расставляет глава государства. Четкая организация выборов, их открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеет очень важное, если не сказать, определяющее значение с точки зрения сохранения внутренней политической стабильности. Как для легитимности избирательной власти, так и для укрепления доверия людей к итогам голосования. За доверие людей к итогам голосования бороться придется еще немало. Одно прекращение избирательных манипуляций уже потребует кардинальных перемен в нашей жизни. Главный профилактический принцип – это неотвратимость наказания. Если мы будем членами избирательной комиссии направлять дела в суд, пусть даже без суровых приговоров, когда о них не только будут на центральном телевидении говорить об этих фактах, но будут говорить везде, обыватели будут говорить. Вот в нашей школе-то учитель химии, смотри, смотри, под следствием. Вот тогда это будет профилактика. Решить вопрос с неотвратимостью наказания и массу других вопросов, все их нужно начинать решать с изменения системы формирования органов государственной власти. Поскольку неотвратимость должна реализовывать государственная власть, ведь нам больше всего людям в жизни нужно что? Справедливость. Это свойство, оно более востребовано, допустим, чем патриотизм или прочее. Люди у нас обращались испокон веков в суд за правдой, за истиной, за справедливостью. Они не на соревнования туда идут. Чтобы остаться человеком с совестью, нужны системные изменения. Нужно менять правила игры, провозглашать иные ценности. К такому выводу приходят и политик, и психиатр. Когда эти истинные правила существуют в неком микрокосме, в каком-то анклаве, где все поступают так, а не как иначе, где нету разночтений. То есть когда белое, все в округе говорят, что это белое. Вот тогда этот человек может быть взросшен. Тут, наверное, это воспитание по Киплингу должно быть. Маугли, он рос в честной среде, и то туда шерхами запихнули. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok